Что за цирковое представление во дворе на МИИ? Это испытание. Первый в мире электромобиль на конденсаторах. Первый в мире. Сколько наших отечественных изобретений, открытий, в лучшем случае оставались невостребованными. В худшем реализовывались предприимчивыми дельцами за рубежом. Если мы не форсируем работы по конденсаторным системам, по конденсаторным транспорту, то эту работу моментально подхватят за рубежом и обгонят нас в этом плане. Так что же происходит в лаборатории перспективных разработок Московского автомеханического института? Что, например, мешает быстро наладить производство новой автотехники, других разработок? К сожалению, эти работы сделаны факультативно. Мы не получили ни рубля на производство этих моделей. Все сделано за счет энтузиазма инженеров, сотрудников, преподавателей, лаборантов института. Ну и каковы перспективы внедрения в производство? Ну, насчет внедрения. Мы получаем ежедневно большое количество писем. Общее количество писем у нас где-то более 10 тысяч. Люди хотят, предприятия хотят, индивидуальные владельцы хотят такой транспорт иметь, сведения о нем хотят получить, но мы не в силах. Вероятно, вам нужны спонсоры? Конечно. Нам нужны спонсоры, нам нужны финансисты этой работы. После публикации в прессе материала о конденсаторном автомобиле в лаборатории появился представитель одной организации, готовый вложить часть денег в ускорение работы лаборатории. Итак, с новым автомобилем все ясно. Подъехал к электрической розетке, минута, и конденсаторы накопителей энергии крутят колеса машины несколько километров. Еще подзарядка и снова в путь. Через некоторое время мы выйдем, наверное, и на межцеховые расстояния. А если фантазировать, то, наверное, после 2000 года мы выйдем в города.